Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Ребята, ну что, отличные новости из Херсона. Вчера, а может уже сегодня получается, не, все-таки это было вчера, ночью, лупанули по Антоновскому мусту, об этом я уже рассказывал, четко попали, потому что вчера еще, понимаете, у нас там видео на телеграм-канале, заходите, посмотрите, там много видео. Сначала было непонятно, куда попали. Рашисты начали рассказывать, что работало их ПВО, действительно работало их ПВО. Ракеты ПВО аккуратно летели в одну сторону, а зато наши ракеты по Херсонскому-Антоновскому мосту летели в другую сторону. И действительно их сбило ПВО. ПВО называется Антоновский мост. Вот Антоновский мост сбил все наши ракеты. Значит, сначала они погнали пургу о том, что мол, все ракеты позбивали, и такое официальное сообщение там у них пошло. Потом поняли, что сморозили абсолютную чушь и заткнулись вообще и молчали. А сегодня утром Гауляйтер, Стримаусов, есть там такой живчик, бегает такой шлеппер маленький, абсолютно такое мерзопакостное существо, но не важно. Его, скажем так, личное качество, это его личное качество. Прибежал к Антоновскому мосту и кричал, что он лично построит два новых моста. Хотелось бы спросить у Стримаусова, как он думает их строить, два новых моста, если он в своей жизни не построил абсолютно ничего. Если он даже собачью будку и ту украл. Вот. Ну вот такие пошли разговоры, а на Википедии уже вывесили, даже на русской Википедии вывесили дату окончания жизни Херсонского-Антоновского моста 26 июля. Короче говоря, вчера Хаммерсы сколько ракет запустили, столько ракет и долетело. Рашистская противовоздушная оборона сами понимаете, она пуляет куда угодно, кроме того, куда надо. И были шикарные попадания, разбито как полотно дороги, так и опора моста. Поремонтировать его представляется возможным только в случае отсутствия боевых действий и только специалистами. И там много работы, там нужно проводить комплексную экспертизу, что именно сносить, какую часть сносить, какую ремонтировать и т.п. Короче, вчера ВСУ отлично отработали, отработали не то, что на 5, отработали на 10 из 10, идеально. И теперь, чтобы доставить рашистам груз в Херсон, им нужно делать круг в 300 км в общей сложности через Каховскую ГЭС, которая практически не проездная. Во-первых, там узкая переправа, это не Херсонский мост, она в два раза уже. А во-вторых, она постоянно, то же самое, туда прилетают хаймерсы, просто беспрерывно. Они латают эту переправу, она опять падает. Вот, то есть фактически наши отрезки, ну, железнодорожный мост есть, но он тоже не используется, потому что он под прицелом, они его боятся использовать, потому что упадет же тоже вместе с составом. Не ездят там составы. Так вот, на сегодняшний день получается, что у них нет моста на Херсон. И вся группировка, вся группировка российско-фашистских войск на Херсонском правобережье оказалась в тактическом окружении. Вот это самый главный оперативным, тактическим, как угодно. У них нет связи с собственными войсками нормальной. Нету. То, что есть Каховка, это ерунда. Все, больше ничего. Если Стремоусов заговорил о том, что он построит, лично построит еще два моста, ну, я хочу посмотреть. Он тогда, наверное, его, ну, ладно, даже не буду обсуждать. Опять-таки, оккупанты устами того же Стремогусова завизжали о том, что будет паромная переправа. паромная переправа, я вам расскажу, что там ходит. Там ходят от низа проспекта Ушакова, на другой берег там ходят баркасики такие, вот, ну, как на кораблях спасательной шлюпки. Всю жизнь они там ходили, они там лет 50 ходили. Но, сколько, наверное, на баркасики можно 10 человек перевезти или полтона груза, там, тонну груза, все, больше ничего. Их там, они такие старенькие, их там так мало, что говорить о этих баркасиках, как о средстве снабжения российско-фашистской группировки в Херсоне, даже, ну, даже смешно. Вот, собственно говоря, и все. Ждем контрнаступления, ждем освобождения Херсона. А еще один очень интересный момент, знаете, который был, сам Гауляйтер Стребоусом во время своего интервью, я его сейчас завешу на телеграм-канале, сам Гауляйтер Стребоусом сказал, что Зелецкий говорил о скором освобождении, освобождении Херсона. Даже Гауляйтер рассказал о освобождении. То есть, скоро Херсон освободят. Слава Украине!